Всех приветствую, друзья! Это немного необычное видео на моем канале. Это не будет видео про построение себя, про какую-то мотивацию, про то, как найти себя, как избавиться от вредных привычек, от того, как избавиться от лени, как сесть на воздержание. Нет, это будет немного другое видео. Это видео будет про меня. И почему вообще я решил снять это видео? Я заметил, что достаточно многое количество моих подписчиков, во-первых, меня не знают, то есть им интересна моя личность, им интересно, кто я такой. И то есть большой процент подписчиков действительно хотят больше знать, кто я такой, чтобы, в общем-то, понимать, о чем я повествую, и чтобы лучше воспринимать эту информацию. В принципе, я с ними полностью согласен. И также я подумал, что на этом YouTube-канале я хочу не только глаголить о том, как становиться лучше, но также и рассказывать про себя, потому что это мой YouTube-канал, и я хочу, чтобы вы знали, кто я такой, я хочу, чтобы вы ознакомлялись с моей жизнью, с какими-то моими мыслями и так далее. Поэтому вот так вот в этой рубрике постепенно я буду рассказывать про себя, буду рассказывать про то вообще, чем я живу, чем я занимаюсь. Так, во-первых, я буду себя чувствовать лучше, потому что мне это интересно рассказывать, в принципе, и это кайфово, когда аудитория и диктор сближаются. И также вам будет проще и лучше усваивать другую информацию, которую я повествую, по типу там мотивации, там улучшения себя и так далее. Сегодняшний ролик я расскажу так свою историю вкратце, о том, как я родился в России, как я переехал в Израиль, в совершенно другую новую страну в 16 лет. Я постараюсь это уместить в 10 минут ролика. Посмотрим, понравится вам такой формат или нет. Если да, обязательно накидайте лайки и вообще запишите комментарий, что вам действительно такое нравится. Если вам понравится, я вообще без проблем буду это снимать дальше. Если же нет, тогда будем думать, что делать. В общем-то, сегодняшний ролик посвящен именно тому, как я из России переехал в Израиль. И свой ролик я разделю на три части. Первая – это жизнь в России. Вторая – это переезд в Израиль. И третья – это новая жизнь в Израиле. Начнем с первой части, я думаю, это будет логично. В России я жил в городе Иркутск всю свою сознательную жизнь, с нуля лет до, получается, 16. Я жил там, ходил в садик там, у меня были все друзья, все родственники. Исключительно в Иркутске. Я ходил в начальную школу, после чего я перешел в среднюю школу. Я много чем занимался. Занимался я и плаванием, и английским, занимался теннисом настольным. Короче, у меня было дохера разных занятий. Но основное – это был, конечно же, парусный спорт. Потому что я просто этим жил, у меня вся семья занимается парусным спортом. И, в принципе, я тоже в это втянулся. Каждое лето я ходил в парусный лагерь. Ну, это была такая типа секция, но – лагерь. Мы не то чтобы там жили, но приезжали на тренировки. Занимались и на протяжении шести, как я помню, лет. Короче, с возраста восьми лет до пятнадцати примерно. Получается, даже больше, семь лет. Я занимался парусным спортом. Я занимался этим очень серьезно. У меня были очень хорошие друзья там. У меня, на самом деле, основные друзья были как раз-таки в парусном лагере, а не в школе. Не хочу сказать, что в школе у меня не было друзей. У меня были друзья в школе. И, в принципе, мой класс, я считаю, очень классным и охеренным. Мы были очень дружные. И, в принципе, сейчас мы дружные. И я очень ценю всех своих одноклассников. И, действительно, у меня там много друзей и хороших знакомых. Но все-таки основная часть моих друзей, именно близких, находилась в парусном лагере. Там находили все мои друзья и вся моя жизнь. И моя жизнь проходила примерно так, что весь год в школе. Все-таки школу я не любил, несмотря на то, что там были хорошие люди. Я ненавидел эту систему, где мне нужно учиться, блядь, сдавать экзамены, учить предметы, которые мне нахер не нужны, нахер не нравятся. После чего опять сдавать экзамены, я их не сдаю, меня ругают. Я опять их учу, не сдаю. Короче, мне не нравилась эта система. И получалось так, что моя жизнь в России протекала следующим образом. 9 месяцев из 12 я занимаюсь обосранной школой, которая меня бесит, которую я ненавижу. И остальные 3 месяца я в лагере, который я просто обожаю всем сердцем и наслаждаюсь. И то это не 3 месяца. Это было примерно полтора месяца. Но остальные полтора месяца лет я тоже проводил очень классно. Гулял с друзьями, общался. На самом деле, то есть и зимой я находил какие-то радости жизни. Я гулял с друзьями тоже, как-то пытался развлечь. Но все равно, всю зиму я страдал абсолютно. Я ненавидел эту школу, я ненавидел это место. И в принципе, я просто как только начинал с школы, я хочу сказать, что это было 80% ребят, которые были в лагере. Как только начиналось время школы, мы сразу вписывались. Как же мы хотим скорее, чтобы нас убило лето, и мы наконец-то пошли в лагерь. Я думаю, на самом деле, что достаточно у многих людей такая херня, что 9 месяцев в школу ты просто терпишь этот ад. И потом ждешь эти 3 заветных месяца лета. 3 заветных месяца счастья. И так проходила реально вся моя жизнь до там типа 15 лет, до 16-15 лет. Что произошло потом? Честно, это была не моя инициатива, это была инициатива моих родителей. Они решили, что... Во-первых, они видели, что я здесь, блядь, страдаю. Я не хочу выглядеть мучеником, который страдал и плакал каждый день, когда ходил со школы. Но реально мне это не нравилось. Мне не нравилась эта система. Мне не нравилась эта серость Иркутска. Мне не нравилась... Это вообще серость... Как бы серость Иркутска, серость Сибири, она передавалась на серость моей жизни. И в принципе, я тоже чувствовал себя таким, типа, блядь, заебался. В 15 лет я заебался. Заебался. Ну и, короче, родители это увидели и решили поменять это. Решили, что, ну, так дело не пойдет. И, ну, нужно менять жизнь нашего ребенка и как-то ее двигать в гору. И очень важным фактором к движению этому в Израиль послужило то, что моя сестра, родная сестра, переехала сюда, переехала в Израиль за 5 лет до моей репатриации. То есть, она переехала одна самостоятельно, она у меня старше, ей было тогда 25 лет, пожалуй. Она переехала и начала здесь жить самостоятельно. То есть, условно, тропа была протоптана, после чего моя тетя уже слетала. И поэтому моим родителям было как-то проще это принять. То есть, это не как дикарем ехать в неизвестную нам страну, а все-таки по протоптанной более-менее дороге поехать в другую страну и там обосноваться. Тем более, у нас есть достаточно большое количество родственников в Израиле за счет того, что мы евреи. И, в принципе, ну, то есть, это не прям такая дикая страна. Это не то, что поехать в Африку, не знать там никого и начать там жить. То есть, это все-таки нужно отделять, потому что здесь у нас есть родственники, здесь у нас протоптанная тропа, здесь есть родная моя сестра. И, в принципе, достаточно безопасно это делать. И мои родители решили, что мне нужно уезжать из России Во-первых, в связи с тем, что жизнь в России мне не очень нравилась Хотя сейчас я, допустим, на самом деле, поэтому немного даже скучаю И хочу посетить обратно свою родную страну Но, к сожалению, сейчас я не могу это сделать Ну и плюс еще, мои родители, в принципе, были не очень согласны с политикой нашей страны И поэтому хотели вывезти меня отсюда, потому что не знали, что будет с нашей страной дальше И, в принципе, их предположения оправдались в итоге И хорошо, что я уехал В общем-то, как проходил мой процесс переезда в Израиль Для того, чтобы подросток с 15-17 лет переехал в Израиль Существует очень одноклассная программа, называется «На-Але» И эта программа помогает подросткам без родителей Просто берут подростка, вытягивают его из какой-то страны Без разницы, какой они работают с многими странами И суют в Израиль Он живет в общежитии Он работает с вожатыми, условно Они ему помогают, социальные работники У него есть куча друзей И, в общем-то, 3 года на протяжении 3 лет С 9 по 12 или же с 10 по 12 класс Ребенок социализируется В итоге получает израильское гражданство Идет в израильскую армию и, как бы, считается полноценным членом общества Ну и, в общем-то, мне понравилась эта программа Родителям понравилась эта программа Думаю, вау, классно, полечу в Израиль сам Буду такой крутой, блядь Жить один В чужой стране буду выебываться, что я такой взрослый И такой самостоятельный Потому что до этого, как бы, эти черты совершенно не олицетворяли мою жизнь Но вот в чем проблема Для того, чтобы поступить по этой программе Необходимо сдать экзамены Это, в принципе, математический экзамен Где оценивают твои знания И экзамен того, насколько ты сможешь самостоятельно жить без родителей Ну, то есть, не будет ли у тебя проблемы Не пойдешь ли ты прыгать с крыши После одного дня без мамы и папы И, в общем-то, главный упор идет как раз-таки На вот этот вот психологический экзамен Сможешь ли ты жить самостоятельно без родителей Потому что на вот эти данные им вообще насрать Как я в итоге выяснил На Али берут за всем даунов Которые, блядь, не умеют отличать даже А от Б Ну, то есть, есть такие ребята тоже Вот, я поехал в девятом классе Пробовать поехать по этой программе Надо было ехать что-то типа в Москву или в Новосибирск Короче, нужно было потратить время Мы полетели на поезде со своими родителями Я сдал экзамены Ждал 4 или 3 месяца на ответ И в итоге отказ Я получил отказ Из-за того, что я был не готов жить самостоятельно Я был маленьким ребенком И обосновали это так, что Нет, он нам не подходит Он не сможет жить один Он не сможет жить с ребятами Окей, я не отчаливался Потому что, как я говорил ранее Можно подать заявку и в девятом, и в десятом классе На следующий год я повторил свою попытку Опять полетел в Новосибирск Там я сдавал эти экзамены, там я со всеми общался Проходил эти разговоры с психологами Три месяца жду Опять отказ Вот тогда я реально расстроился И не скажу, что потерял надежду Но у меня как-то все обрушилось Потому что в своих глазах, конечно, я представлял, как классно Я уеду в Израиль, буду жить там, в солнечной стране Буду радоваться жизни И, в общем-то, кайфовать А тут получается, что как бы факап И никуда я не лечу И как бы ни хера не будет И я остаюсь здесь И буду сдавать ЕГЭ Короче, мне не очень нравилась эта идея И тогда я самостоятельно И плюс еще, в принципе, мои родители тоже об этом подумали Ладно, не получилось так Тогда придется репатриироваться и моим родителям В принципе, мы на этом и сошлись Потому что родители хотели, чтобы я все-таки получил израильское гражданство Чтобы я жил здесь И, в общем-то, здесь дальше и существовал Тогда мы собрали манатки Я забрал свои документы со школы Не закончив 10 класс В середине 10 класса Я забрал свои документы Вырвал их просто Из лап директрицы Пообщался со своими одноклассниками Попрощался Все было очень круто Так тепло пообщались И я полетел в Израиль Вот с этого началась моя вторая жизнь В самолете я очень долго думал о том Как поставить себя в обществе Как начать общаться Как вообще начать себя культурализировать в Израиле Как я говорил в одном из своих роликов В Иркутске я был таким немного замкнутым ребенком Как раз-таки я очень хотел решить эту проблему в Израиле В принципе, даю спойлер В будущем у меня это получилось И все, я прилетел в Израиль Я получил гражданство Я начал учиться в школе Кстати, я начал жить в общаге И, в принципе, я был наравне с этими ребятами Которые были по этой программе Мы даже жили в одном здании Но прикол в том, что, допустим, на выходные Они оставались в этой общаге А я уезжал домой Я тусил с друзьями Я веселился И, в принципе, ну, то есть Все те же прелести жизни, что и у них Но еще и больше Поэтому то, что я тогда как бы так профакапился И не пошел по этой программе В итоге сыграло меня на руку И, в принципе, я Даже очень этому рад Так, и, в принципе, сейчас мы переходим К третьему пункту моего рассказа Это жизнь в Израиле Как вообще я здесь начал жить и существовать? Во-первых, первое мое знакомство с такими ребятами Началось с того, что я выбирал себе школу Три школы я объездил Вообще в разных частях Израиля Чтобы понять, где мне учиться Потому что учиться предстояло достаточно много Три года Обучение мне еще нужно было пройти А если быть точным, это два с половиной года Потому что я пришел в конце десятого А здесь учиться в 12 лет Но в итоге я остановился на одной школе Недалеко от моего дома Полчаса ехать на поезде Все, я все получил И это была достаточно русская школа То есть, как это устроено То есть, в школе есть и израильтяне, и русские Но в общежитии живут исключительно русские Ну, то есть, там есть несколько израильтян Но это просто ничтожное количество По сравнению с русскоязычным населением там Я, конечно же, поступил в общагу Почему я решил идти в общагу? Потому что, ну, это охуенно Я просто сразу знал, что я пойду в общагу Потому что там я найду себе друзей Там я начну общаться Там, ну, короче У меня даже вопроса не стояло Пойду я в общагу или нет И все С этого момента моя жизнь на самом деле поменялась Началась моя как будто вторая жизнь Где я начал общаться с друзьями Где я начал социализироваться Знакомиться с какими-то традициями Израиля И из-за того, что я начал общаться много с людьми Потому что в общаге реально много людей Я нашел людей, которые мне интересны С которыми я хочу идти дальше И как раз таки в общежитии я начал свой путь, так сказать Ну, саморазвития и как-то Ну, то есть перестал лежать на диване И начал что-то делать Только благодаря своим друзьям Потому что, в принципе, они меня очень конкретно поменяли В жизни каждого человека есть люди, которые его меняют И эти люди были мои друзья в пневме Потому что, в принципе, мы как-то друг другу немного помогая Пришли к вот этой форме жизни Про которую сейчас я рассказываю на этом канале И с этого момента началась моя жизнь в Израиле Я начал чувствовать себя полноценным членом общества Я не хочу сказать, что я потерял контакт со своими российскими друзьями Потому что я с ними общаюсь Я с ними созваниваюсь Мы с ними переписываемся И я очень плотно их люблю И я знаю, что я еще вернусь в Россию По-любому, потому что я считаю, что это моя страна Я ее люблю У меня там очень много знакомых Много друзей Много родственников Но, безусловно, я рад, что я переехал в Израиль Я безусловно рад этому Как минимум потому, что я нашел себя До этого я не чувствовал, что я это я И я жил какой-то как будто такой второстепенной жизнью Не совсем себе принадлежащей А здесь как раз-таки я нашел себя Я начал жить жизнью того человека, кем, в общем-то, себя чувствую На этом все, друзья Это история о том, как я в 16 лет переехал в другую страну И начал жить новую жизнь Спасибо большое за просмотр Это был такой немного откровенный формат И, честно, я не знаю, он вам либо супер зайдет, мне кажется Либо, наоборот, совершенно не зайдет И вы его захейтите Ну, посмотрим В любом случае будем пробовать Будем смотреть, какой контент лучше снимать на этот канал Пишите в комментариях обязательно свое мнение На этом все Всем удачи Всем пока С вами был Ник Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok